При устройстве на работу каждый проходит через собеседование с будущим руководителем. Порой тот предлагает своему потенциальному сотруднику либо получать официальную зарплату по трудовому договору, либо сумму, несколько больше, прописанной в договоре. Но в этом случае часть денег будет выдаваться в конверте. Получать меньше или больше, что и говорить, для работника выбор очевиден. По-своему удобна эта схема и для работодателя. Разница в суммах официальной и той, которую работник получает на руки, не облагается налогами и сборами. Все это было озвучено в ходе брифинга, посвященного теневой заработной плате. Основной бюджет образовательный налог для города это НДФЛ. И все мы живем за счет этого налога и получаем заработную плату нашей социальной службы. Ну и как бы, что касается работы, мы совместно с комиссиями, с прокуратурой, с местными органами власти постараемся, чтобы снижения поступления не было. В этом году у нас динамика поступлений на 9 месяцев составила всего 1,5%. Это, в принципе, немного. Такие обращения, они редко-редко бывают. Потому что люди сейчас поняли уже, ведь то, что люди получают заработную плату в конверте, а зачастую еще и отшлить трудовую деятельность без заключения трудового договора, фактически лишает их возможности обращения за защиту своих трудовых прав, ну, даже в органы прокуратуры, предположим. Потому что наличие трудового договора – обязательное условие для того, чтобы мы могли защитить их права. В противном случае необходимо устанавливать само наличие трудовых отношений, а это только через суд. Вот попробуйте в суде, докажите, что вы на самом деле работали. Низерная пенсия в старости, невозможность взять кредит, получить оплату больничного – все это возможные риски серой зарплаты. В то же время каждый работник, получающий зарплату в конверте, должен отдавать себе отчет в том, что он лишает себя пенсионных накоплений, которые, в свою очередь, влияют на величину будущей пенсии, а также на право использования налоговых вычетов в полном объеме. Мы выбираем индивидуальных предпринимателей, их у нас 4 500, и получается, что жители нашего района, где-то 15-20 тысяч, не задействованы нигде. Трудоспособное население? Трудоспособное население, но более точную статистику я не могу вывести, у меня таких данных нету, наверное, здесь надо и саму статистику привлечь, да? Но 15-20 тысяч граждан нашего города и района сегодня официально нигде не работают, или работают по серому рынку труда. Налоговые органы ведут борьбу с организациями, выплачивающими серую зарплату. Регулярно совершаются выездные проверки, дела направляются в суды, работодатели привлекаются к ответственности. Так чем же опасна серая заработная плата для работодателей и какая ответственность ему грозит? Прежде всего, необходимо упомянуть об уголовной ответственности. Так, согласно статье 199 Уголовного кодекса России, работодатель может быть привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Со стороны налогового законодательства работодатель может быть привлечен к ответственности за занижение налоговой базы по НДФЛ. Сумма штрафа в этом случае составит 20% от неуплаченной суммы налога или 40%, когда эти действия совершаются умышленно.